Доброго времени суток, мой ширококосный друг! Сегодня мы будем разбирать твой метаболизм персонально. Я знаю, что он у тебя замедленный, я знаю, что у тебя генетическая предрасположенность к набору веса, а еще у тебя широкая кость, добрая душа и глубокий внутренний мир. Сегодня мы рассмотрим один из самых распространенных вопросов – поломки или замедления метаболизма. И те, кто считает, что хорошего человека должно быть много, запасайтесь попкорном, остальные – терпением. Если взять словарик и посмотреть, что такое метаболизм, то это обмен веществ, набор химических реакций для поддержания жизнедеятельности. В фитнес-тусовке принято выделять два процесса – это анаболизм, создание чего-либо, либо катаболизм, разрушение. Например, если вашему организму не хватает заменимых аминокислот, они могут синтезироваться в вашем организме. Это и есть катаболизм. Или если вам не хватает энергии из поступающих источников, организм может запускать липолиз и использовать энергию от окисления жирных кислот. Это и есть катаболизм. Это всего лишь две химические реакции. В организме их несколько сотен тысяч. Но принято объяснять только те, которые могут побудить человека к определенным действиям. Это вам на заметку. Каждый человек, который продолжительное время сидит на диете или занимается определенным видом физической активностью с целью увеличить расход калорий. Ну или попросту говоря, он хочет похудеть. Замечает, что соблюдение тех же самых условий не дает уже такого же хорошего результата. Вес останавливается, и он понимает, что его метаболизм замедлился. Или, как говорят в простонародье, поломался. Напряжение центральной нервной системы увеличивается, сомантическое уменьшается. Увеличивается количество кортизола в организме, изменяется концентрация липидных и тироидных гормонов. Водно-солевой баланс организма изменяется, вес встает как вкопанный. И человек чувствует апатию, депрессию, нежелание чем-либо заниматься, и он все бросает. Он бросает свою похудательную эпопею. Но только для того, чтобы через полгодика начать заново, уже правильно. И тут ему на выручку приходят добрые дядьки, похожие на меня, ну или в белых халатах, со своими методиками ускорения метаболизма или восстановления поломанного. Поэтому давайте разбираться, что это за девушка такая метаболизм, которая постоянно ломается. И что нам необходимо делать для того, чтобы у нас все с ней получилось. Народная мудрость гласит, те, у кого быстрый метаболизм, значит он хороший. Они могут есть и не толстеть. Те, у кого медленный метаболизм, значит он плохой. И они набирают вес, просто жуя опилки и глядя на печеньки. А еще метаболизм можно поломать. Был нормальный или быстрый? Произвели какие-то неправильные манипуляции с тренировками или с диетами? Или какие-то гормональные изменения? Или изменения микроклимата? Или каких-то межгалактических пространственных связей? Хуякс, метаболизм сломался. И каждый похудалец со стажем старается его ускорить, улучшить, раскрутить и так далее. Когда человек говорит, что я хочу раскрутить свой метаболизм, он имеет в виду не переменную, скоростью, что химические реакции его в организме должны протекать быстрее. Он имеет в виду количественную переменную, чтобы организм его тратил больше калорий. Когда человек говорит, что у него замедлился или поломался метаболизм, он имеет в виду, что на обеспечение жизнедеятельности его организм теперь тратит меньше калорий. Отсюда следует вывод, что все, что нас интересует, это всего лишь общий расход калорий. То есть хороший метаболизм, это увеличенный общий расход калорий, поломанный метаболизм, это уменьшенный общий расход калорий. Общий расход калорий или общие энергозатраты принято разделять на две части. Первое, это основной обмен веществ или базовый обмен веществ. Это количество энергии, которое необходимо для поддержания нашей с вами жизнедеятельности в состоянии покоя, для того, чтобы мы с вами жили и паразитировали. То есть энергия тратится на сотни тысяч химических реакций, которые обеспечивают нам с вами жизнь. Начиная от работы различных нервных систем, заканчивая перестатикой кишечника. В общем, нужные, но не интересные штуки. Напрямую воздействовать на базовый обмен веществ мы с вами не можем, да и смысла особого нет. Но есть вторая составляющая, дополнительный расход. Вот тут-то целое поле для манипуляций. Итак, дополнительный расход энергии. Что сюда можно отнести? Например, термический эффект пищи, то есть количество энергии, которая тратится на усвоение и переваривание пищи. Белки до 30%, углеводы до 10%, жиры до 3%. То есть неплохо, да? Съел белка, мало того, что 100% не усвоилось, еще 30% потратилось на усвоение данного белка. Поэтому белковые диеты в большинстве своем более эффективны, чем все остальные. Также сюда можно внести дополнительные физические затраты энергии. То есть энергия, которая необходима для выполнения какой-либо физической активности. Например, догоняем соседа, убегаем от собаки соседа. Ищем подарок на 23 февраля, пытаемся отомстить 8 марта. Носим тяжести, заставляем мужа носить тяжести. Ходим на работу в ожидании пятницы, пытаемся доказать всем, что они неправы. В общем, любая физическая активность. Но при всем ее многообразии, ее тоже можно поделить на две составляющих. Первое, это бытовой расход на физическую активность. То есть расход энергии в процессе жизнедеятельности. И второе, это тренировочный расход. Вот с тренировочным расходом специалисты немножко помутили, и здесь большое разнообразие на ваш выбор. Например, термический эффект от выполнения самих упражнений. То есть от выполнения механической работы, когда вы поднимаете различные нехорошие железки. Кислородный долг, который тратит энергию на восстановление вашего организма. Теплопродукция, синтез белка, ресинтез гликогена. В общем, разнообразные процессы, которые тратят на себя энергии, как в момент тренировки, так и после тренировки. И вот теперь смотрите. Представьте, что вы стоите с определенным уровнем метаболизма. С одной стороны есть приход энергии, то есть белки и углеводы, включая клетчатку, жиры, алкоголь. И все это измеряется в калориях, а не в скорости метаболизма. В калориях, количество энергии. Можете перевести в джоули, в теплоту. А с другой стороны есть расход, то есть бытовой расход в процессе жизнедеятельности. Тренировочный расход, различные посттренировочные эффекты и так далее. То есть все виды расхода энергии. И в зависимости от того, какая часть будет больше, так вы и будете выглядеть. А вернее, так будут изменяться энергетические запасы, которыми вы обладаете. То есть если приход больше, чем расход, то энергетические запасы будут увеличиваться. И вы будете считать, что у вас проблемы с обменом веществ. Если приход будет меньше, чем расход, то ваши энергетические запасы будут уменьшаться. И вы будете считать, что у вас обмен веществ повышенный. То есть обычно, изменяя количественные характеристики, человек думает, что у него изменяются скоростные характеристики обменных процессов. Но на самом деле тоже изменяется количественное, а именно энергетические запасы. Из чего состоят энергетические запасы и куда откладываться все это будет? Вы прекрасно это знаете и без меня, но немножко повторим. Какие бывают энергетические запасы нашего с вами тела? Первое. Углеводы. Углеводы в теле хранятся в виде гликогена. Есть печеночный гликоген. Есть мышечный гликоген. В печени гликогена накапливается примерно 100-120 грамм. И это накопление ограничено капсулом самого органа. Или 5% от массы печени. Мышечный гликоген составляет 1% от массы мышечной ткани. Мышечный гликоген тратится на физическую активность и на процессы непосредственно в мышечной ткани. Печеночный гликоген тратится на поддержание уровня сахара в крови. Мышечный гликоген не может переходить в печеночный. Печеночный в мышечный также же не может далее у нас с вами идут белки самый ценный ресурс для того чтобы использовать его в качестве энергии но при определенном дефиците калорий и физической активности покрытие энергодефицита идет за счет аминокислот на 10-15 процентов и чем сильнее мы с вами создаем энергодефицит тем больше происходит разрушение белковых структур по словам белок я имею в виду не только белок из наших непосредственных мышц ну и например белок соединительных и хрящевых тканей белок плазмы крови белок внутренних органов нашему организму абсолютно без разницы откуда брать аминокислоты для восстановления энергетического баланса запасать белок очень сложно энергозатратно для этого требуется профицит калорий и определенные специфические условия поэтому синтезировать белок очень сложно а вот тратить его весело и быстро и третий источник это жиры которые хранятся в глипоцитах вы и без меня знаете что организм отдает предпочтение увеличивать свой энергетический пул за счет жировой ткани и на это есть ряд причин первое калорийность жиров в два раза больше чем белков и углеводов а значит энергетическая ценность запасов будет в два раза выше второе запас углеводов ограничен размерами гликогенового депо а также капсулам самого органа и гликоген невозможно увеличить без ухудшения функций данного органа а запас жиров ничем не ограничены если посмотреть в книжку рекордов гиннеса то человек с весом более 600 килограмм сейчас не редкость жир откладывается очень быстро а синтез белков требует определенного ряда специфических условий и это очень энергозатратный процесс потратить гликоген и белок на энергетические нужды очень быстро в то время как процесс окисления жирных кислот занимает продолжительное время все это приводит к тому что энергетический баланс нашего тела будет увеличиваться не за счет белков и углеводов а за счет жиров вот такая печаль к то что мы сейчас с вами рассмотрели это первый закон дермодинамики то есть вся энергия которая в нас поступает она никуда не может деваться она лишь переходит из одного состояния в другое и в основном откладывается в наши энергетические запасы по легенде на людей с быстрым метаболизмом законы термодинамики вообще не распространяются и все энергетические процессы у них идут совсем по другому сценарию то есть они могут есть и не толстеть в медицине есть определенные термины для объяснения данных характеристик и все это упирается в типы телосложения человека на этот счет есть две классификации кречмера и шелдона вы скорее всего знаете шелдона мезоморф эктоморф эндоморф большинство людей знают эту классификацию по внешним признакам но данная классификация также затрагивает и темперамент и психологические характеристики человека хотя сейчас принято разделять типы телосложения эндоморф эктоморф мезоморф с темпераментом человека сангвиник холерик и так далее но в принципе это огурцы с одного огорода и темперамент и тип телосложения взаимосвязаны так почему умные дядьки которые придумали данную классификацию не делали такого различия которое сейчас делаем мы с вами потому что все упирается в один общий момент работа гормональной системы есть такая народная поговорка хорошего человека должно быть многое подразумевается что большие люди в прямом смысле этого слова добродушные и хорошие а маленькие низенькие они злые и вредные и в этом есть своя логика все это объясняется работой гормональной системы основными скульпторами нашего тела в период созревания являются гормоны и именно они определяют наши психологические и эмоциональные характеристики например эндоморф у него преобладало количество половых гормонов над работой щитовидной железы все это привело к тому что у него слабое телосложение с избытком жировой ткани спортивная адаптация низкая он склонен к набору мышечной ткани но преимущественно к жировой характер у него добродушный веселый у него любовь к комфорту и пристрастие к еде большая терпимость зависимость от социального мнения и связи с этим хорошая социальная адаптация а также замедленная работа нервной системы мезоморф у него идеальное сочетание половых и тироидных гормонов все это привело к тому что он физически активный преобладание мышечной ткани над жировой тип телосложения широкими плечами широкой грудной клеткой крепкими руками и ногами и хорошее здоровье по характеру эти люди более энергичные к склонные к риску отличаются шумным поведением пониженной эмоциональной чувствительностью хорошая концентрация внимания выносливость спортивная адаптация спринтер то есть он может выдавать максимальные усилия на коротких промежутках времени и к там орфу данного человека концентрация половых гормонов было меньше чем концентрация самотропина и активность щитовидной железы поэтому эти люди имеют длинные конечности вытянутые лицо минимальное содержание жира у них склонность к уединению рассуждению тихий голос и нестандартное поведение спортивная адаптация марафонец то есть пластические процессы построения например мышечных тканей у них идут намного хуже чем энергетические поэтому этот человек хорошо выносит низкую физическую активность на больших промежутках времени естественно чистых представителей этих типа телосложений или этих типов темпераментов не бывает в природе все мы так или иначе лишь промежуточные значения я например между эндоморфом в большем степени и мезоморфом иногда мне кажется что я впитал худшее от этих двух типов сложений ростковые зоны закрылись а мясо не наросло обидно обратите внимание что когда идет речь о типах телосложения то на фотографиях и картинках всегда представляют мужчин поскольку у женщин из-за более сложной работы гормональной нервной системы и распределение рецепторов энергетический баланс имеет большее количество вариантов ну то есть жир может откладываться по-разному и в фитнесе принято подразделять на а фигуры о фигуры аж фигуры диетологи называют фигуры груша яблоко гитара ну и различные классификации которые они там напридумывали данные классификации были рассмотрены давненько в 1947 году и они рассматривались без вмешательства в природный ход вещей то есть никаких физических нагрузок никакого специализированного питания никаких фарм препаратов никаких пищевых добавок ничего поэтому современном мире вы не найдете чистого типа телосложения по данной классификации все мы с вами что-то между бульдогом и носорогом но почему одним повезло и по своему типу телосложения и работы гормональной нервной системы и по работе щитовидной железы они больше калорий тратят на свою жизнедеятельность едят и не толстеют а другим не повезло у них как бы более замедленный обмен веществ все это определяется эволюционным развитием человека то есть теми внешними условиями которые окружали наших предков например никто не будет спорить что у афроамериканцев мелатонина в коже больше чем у россиян это их природный защитный фактор у якутов кислотность желудка более повышена и большее количество слизи в жкт для того чтобы переваривать большее количество белков и жиров например все мои предки жили в сибири а здесь восемь месяцев в году зима а питание носит сезонный характер естественно у меня будет склонность к накоплению питательных веществ внешние условия которые окружают нас большую часть времени создают нашу уникальность и приспособленность к этим условиям поэтому не надо ныть обладая теми характеристиками вашего организма которые обеспечивали выживание вашему роду но сейчас вами не востребован эти характеристики природные и они правильно и хорошо работали в естественных условиях они в тех в каких вы сейчас живете любой тип телосложения это нехорошо и неплохо все зависит от того как вы его используете и в каких условиях содержите естественно принято считать что быстрый метаболизм это хорошо а медленный метаболизм это плохо в тот момент когда человеку с быстрым метаболизмом очень сложно набрать мышечную ткань потому что синтез белка и пластические функции для него минимально возможны в тот момент когда человек замедленным метаболизмом хорошо набирает мышечную массу но мы думаем что это плохо не бывает хороших и плохих типов телосложения например деньги есть люди которые считают что деньги это зло и деньги это плохо а есть люди которые считают что деньги это хорошо и деньги это добро но деньги это всего лишь энергия это лишь определенный вид материи который не хороший не плохой и он приобретает окраску от того человека который ей обладает то есть на что эти деньги тратятся такими они будут можно помогать бездомным детям а можно спонсировать производство оружия энергия или определенная материя не бывает ни злой неплохой мы изменили природные условия питания дешевыми калориями мы изменили природные условия физической активности средствами передвижения еще каких-то 50 лет назад человек среднем проходил 45 50 километров в сутки а сейчас но так быстро изменить работу нашей гормональной системы или работу нашего организма в целом то что совершенствовалось в течение миллионов лет за короткий промежуток времени сто двести лет мы не можем поэтому все постоянно жалуются на свой правильно работающий организм в неправильных условиях которые они создали себе искусственно в любой ситуации мы получаем такое тело которое будет на сто процентов справляться с возложенными на него задачами и будет обеспечивать все процессы с целью выживания и доминирования если вам необходимо такое тело которое будет с утра просыпаться ехать на работу сидеть там на жопе 8 10 часов ехать домой на диванчик смотреть сериал и байки то вам подойдет жирное слабое невыносливое тело с минимальным количеством митохондрии с большим количеством энергетического баланса в виде жира с минимальным количеством мышц потому что они метаболически активные не создается условий для их накопления и так далее и так далее ваше тело какое оно бы не было она справляется с теми задачами и с теми внешними условиями которые вы для него ставите так чего тебе еще надо на смерть но если вы будете ставить для него другие условия изменять внешние условия тогда и ваше тело будет изменяться вы слышали такой термин как регенерация всем известно что наше тело регенерирует да и разные ткани в нашем организме разные органы регенерируют со своей скоростью примерно каждые 7 лет наш организм полностью новый но через каждые 7 лет мы все страшнее и страшнее хотя ткани то регенерируют ткани то новые а мы все с теми же болячками и с тем же типом телосложения да потому что внешние условия не изменяются потому что ваш организм обеспечивает вам выживание обеспечивает обеспечивает вам какое-то минимальное доминирование размножение с целью же опять выживание в социальной среде обеспечивает он справляется на сто процентов с возложенными на него обязательствами поэтому он будет такой какой он есть изменяться он начнет только при изменении внешних условий и обстоятельств и так что мы имеем человек с быстрым обменом веществ быстрым метаболизмом у него достаточный уровень террорных гормонов чем меньше этих гормонов тем больше жира в организме тем более вялая центральная нервная система и чем больше этих гормонов тем меньше жира в организме но также меньше мышечной ткани которая формирует красоту телесных форм у этих людей достаточно высокий уровень липолитических гормонов для мужчин это в первую очередь тестостерон для женщин самотропин ну и постольку поскольку эстрадиол у них хорошая чувствительность к инсулину и клептину гормон который подавляет аппетит также хорошая активность центральной нервной системы вегетативной нервной системы ну и так далее человек с медленным метаболизмом сразу хочу отметить что если в детстве вы были худым или худой или хоть когда-то помните себя в нормальном состоянии то к медленному метаболизму вы привели себя сами постоянно делая неправильный выбор между хочу и надо и так медленный метаболизм низкое количество тероидных гормонов что приводит к существенно низкому базовому обмену веществ то есть количество калорий для поддержания обмена веществ требуется меньше это не хорошо и неплохо у данных людей низкое количество липолитических гормонов либо анаболических гормонов в принципе снижение происходит у каждого человека с возрастом но по большей части на скорость данного снижения влияет внешний фактор и образ жизни также им присуща повышенная резистентность тканей к инсулину и клептину неправильная работа нейромедиаторов которые влияют на пищевое поведение и эта проблема она не появляется из ниоткуда она наедается годами можно еще долго можно еще долго вас запутывать и запугивать с целью развить вас беспомощность и безвыходность сложившейся обстановке затем завести за корягу и хорошенечко отманипулировать ну или отмотивировать кому что больше нравится но нехорошо правительство лишать работы поэтому у нас все будет просто человек с медленным метаболизмом много ест мало двигается человек с быстрым метаболизмом много двигается мало ест вы расстроились что все так просто я в принципе понимаю ваше огорчение теперь хрен сопрешься на медленный метаболизм даже если ваша подруга на корпоративе кушала из трех тазиков а все лишние калории перешли к вам она это с лиховой компенсирует повышенной бытовой физической активностью ведь танцевали же с ней они с вами и последующим отсутствием аппетита своеобразная работа нейромедиаторов даже если вам кажется что раньше вы худели на 2000 калориях а сейчас не можете похудеть на 1200 достаточно установить вам планочку в 1400 1500 калорий и за каждую лишнюю калорию бить электрошоком в жир вы тут же начнете худеть нет ничего сложного эндоморфу в том чтобы быть стройным и подтянутым зная свою ленивую задницу энергосберегающую натуру и желание все съесть чтобы врагу не досталось надо просто делать поправки на этот досадный коэффициент внешними условиями и полезными привычками единственная проблема у всех этих типов телосложения это эктоморфу набрать мышечную массу таких фитнес тренеры еще обзывают хардгейнерами потому что синтез белка намного сложнее чем липолиз поэтому не надо тыкать жирным пальчиком на свой медленный обмен веществ в любой ситуации вы получаете такое тело которое обеспечивает вам выживание в тех условиях которые вы для него создали можно после работы поужинать и на диванчик перед телевизором а можно сходить спортзал и увеличить расход калорий а значит и скорость своего метаболизма за счет механической работы или взять детей и сходить на каток и увеличить свою бытовую активность можно после работы залезть в интернет на форум худеющих сообществ к своим подругам по несчастью посмотреть кто опять сорвался и обожрался можно сходить в парк и побегать утилизировав излишек жирных кислот у себя в крови можно долго читать и изучать книгу по диетологии а можно во время физической активности прослушать ее в плеере а когда вы наверное музыку слушаете можно долго ныть и жаловаться что после работы я прихожу усталый на бровях на локтях на зубах вползаю квартиру и меня сил ни на что не остается а можно задуматься почему так происходит ваше тело будет обеспечивать такой энергетический баланс и запас который мы необходим для выживания чем меньше вы будете тратить энергию вовне тем меньше у вас будет заряд этой энергии потому что вы справляетесь с тем зарядом который у вас есть чем больше повышен у вас расход энергии необходим для выживания тем больше количество энергии будет запасать ваш организм энергии у вас будет не больше и не меньше чем необходимые и для выполнения тех требований которые вы предъявляете своему организму ну что ж переходим к заключительной части сказания о замедленном метаболизме баллада о поломанном метаболизме передается из летописи по фитнесу и заключается в том что если долго 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 употреблять маленькое количество калорий или меньше своего базового расхода а потом еще много 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 делать аэробных упражнений то наступает такой момент когда соблюдение определенных правил диетологии не дают результата то есть вес тела не уменьшается в некоторых случаях даже увеличивается это идея сейчас распространена во всех обучающих материалах по фитнесу и диетологии только лишь потому что она хорошо согласуется с методологии которая ими продается и это сказание она может передаваться под разными углами и в разных вариантах например у меня генетическая склонность к ожирению хотя ген ожирение до сих пор не найден а способность к накоплению энергетических запасов у людей одна и та же у нас есть всего лишь предрасположенность например разная концентрация адренорецепторов не чувствительность к инсулину не чувствительность клептину и так далее то есть у нас есть предрасположенность которая не определяет как вы будете выглядеть и как будете себя чувствовать а вот все остальное это ваших рук дело или можно сказать у меня гормональные или у меня гормоны или у меня гормональный сбой причем человек который использует эту формулировку он не говорит название конкретного эндокринного заболевания он не говорит какой гормон у него сбоит и в каком соотношении у него нарушена та или иная концентрация просто у меня гормональная вследствие чего-то или после чего-то а если вы захотите уточнить то есть никого на хер просто у меня гормональная которая как-то вот нарушила первый закон термодинамики вот а еще у меня кость широкая и по наследству это передалось у меня все родственники такие и никто не говорит что родители передают неправильные пищевые привычки своим детям помните я в предыдущих материалах говорил что человек интуитивно отгораживается от не успеха неудачи то есть болельщики проигравших команд говорят они проиграли в то время как он интуитивно хочет стать ближе и почувствовать успех то есть боль те же болельщики выигравших команд говорят мы победили вместо они победили то же самое и с метаболизмом это он замедленный это он виноват это не я это вот у меня генетическая предрасположенность это у меня вот замедленность это вот у меня гормоны это все мое тело это не я это не мои привычки не мои поступки то человек невольно отгораживается это не хорошо неплохо как я уже говорил все зависит от ваших последующих действий и внешних условий которые вы сами для себя создаете давайте на практическом примере рассмотрим как выглядит замедление метаболизма для этого возьмем вымышленный персонаж анастасию бздонскую жила-была маленькая девочка настя ростиком метр шестьдесят пять пока вдруг не обнаружила что есть 45 лет и веса всего лишь 80 килограмм учитывая что в среднем на поддержание веса тела тратится 30 калорий 80 умножить на 30 получаем что в среднем она кушает на 2400 калорий естественно эта цифра средняя у ней бывают и разгрузочные дни по 1000 калорий и загрузочные дни например по случаю похорон своего кота или разнообразных праздников коих в календарике гражданина российской федерации огромное множество в один прекрасный день который есть у каждой представительницы слабого пола а то и несколько она решает похудеть но читавшись умных статей она решает не спускаться ниже базового обмена веществ либо просто с потолка взяла цифру 1200 допустим она стала кушать на 1200 калорий и в определенный промежуток времени похудела до 70 килограмм ура ура давайте разбираться что произошло с метаболизмом при минус 10 килограмм мы снизили количество потребляемых калорий на 1200 взяв средний термический коэффициент пищи 10 процентов да даже не белковый а среднестатистический то есть мы не будем разбираться что она стала использовать какие-то эффективные диеты против неэффективных просто она стала меньше кушать т в 10 процентов и того она стала тратить на 120 калорий меньше для усваивания переваривания пищи и и вес снизился на 10 килограмм а значит расход на содержание веса тела на каждый килограмм по 30 калорий уменьшился на 300 калорий кстати если кто-то хочет избежать сей досадный факт что количество требуемой энергии снижается при уменьшении веса тела достаточно одеть утяжелители ну естественно 24 часа ну или бронежилет ну что ж вот мы получили расход энергии меньше на 420 калорий мы уже можем наверное смело назвать это замедлением метаболизма да нет мы даже не можем это назвать адаптации к диете и физическим тренировкам это обычный закон физики если масса тела снизилась значит и энергозатраты на содержание данного тела тоже снижаются то есть это еще не замедление метаболизма и не адаптация что происходит дальше когда происходит снижение поступаемой энергии наша центральная нервная система становится более активной концентрация определенных нейромедиаторов изменяется увеличивается количество терроидных гормонов это все предназначено для увеличения поисковой активности чтобы вы нашли себе источник питания и покушали помните свои первые две-три недели на диете когда резкое снижение калорийности и углеводов частности приводит к изменению водно-солевого баланса и вы буквально за несколько дней худеете на большое количество килограмм 357 в зависимости от ваших изначальных цифр и это происходит достаточно быстро физическая активность увеличивает количество дофамина и адреналина все это приводит к тому что у вас возрастает мотивация и появляется безграничная вера в счастливое будущее ага сейчас только не в моем видео сюжете что происходит дальше если период ограниченного потребления калорий продолжается организм адаптируется он снижает концентрацию липолитических гормонов синтез белка останавливается или вообще находится в минусе рессинтез гликогена замедлен потому что источники углеводов минимальны и определенные процессы в организме либо останавливаются либо замедляются с целью экономии энергии на их функции это и называется адаптация адаптация голодному периоду с целью выживания у человека пропадает всякое желание к физической активности и например если вы раньше с удовольствием бегали на 4 тренировки в неделю и допустим тратили по 500 калорий дополнительно на каждой тренировке что в сумме дает 285 калорий ежедневно за минусом то сейчас допустим вы тренируете спустя рукава а иногда пропускаете одну-две тренировки но мы не будем так уж экстремально снижать расход калорий от тренировок и допустим было 285 стало 200 возьмем кругленькую цифру чтобы легко было считать также помимо тренировочной активности у вас снижается бытовой расход калорий то есть вам не хочется также активно проявлять себя как вы это делали раньше профессиональные спортсмены в процессе сушки должны замечать что у них отключается ряд эмоций то есть петросян уже не такой смешной а на похоронах не так грустно включается состояние никак потому что допустим какой смысл в повышенном либидо да или в каких-то эмоциональных проявлениях когда идет элементарная речь о выживании снижение бытовой активности может давать экономию до 500 калорий и выше но мы не будем так сильно задирать наши цифры кида мы возьмем 200 что ежесуточно ваш организм за счет снижения активности экономит 200 калорий где-то вы на автобусе доехали где-то вы на диванчике полежали и так далее итак давайте почитаем что у нас получилось наш вес был всего 80 килограмм потребляли мы 2 400 калорий дефицит был в 1200 сейчас мы стали 70 килограмм и наш дефицит по-прежнему остается в питании 1200 калорий но за счет экономии если суммировать то получилось 705 наш фактический дефицит калорий стал 495 фактически в три раза ниже это не поломка метаболизма то что ваш организм стал тратить на 705 калорий меньше и его и потребность в калориях сократилась в три раза это не замедление это адаптация к внешним условиям которые вы создали для него адаптация не поломка причем 420 из них калорий это даже не адаптация а простой закон физики меньше вес тела меньше энергии можно даже почитать как изменяется обмен веществ используя различные научные формулы например формула харриса бенедикта которая хорошо подходит для людей которые используют дополнительную физическую активность в виде различных упражнений или относительно новую формулу мафина джеора скучные цифрки видеосюжете я приводить не буду те кто хочет посмотреть расчеты ищите ссылку в описании скажу лишь одно по данным формула мы получили условное замедление метаболизма от 680 калорий до 745 ну по различным двум формулам наши же примерно и на вскидку подсчет получился 705 что в принципе очень близко фактический расход будет 2324 калорий на 1 килограмм веса ну а теперь может ли организм дальше адаптироваться и замедлять свой обмен веществ чтоб наступила такая точка когда человек соблюдая диету перестает худеть или же вообще начинает набирать вес то есть обмен веществ уменьшается настолько что поступающая энергия необходимо ему для элементарного выживания начинает запасаться самым показательным и продолжительным исследованием экспериментом в этой области которые любят все диетологи и фитнес инструктора который провел доктор ансел кис во время второй мировой войны в европе азии и в америке основная смертность была не из-за боевых действий а из элементарного голода поэтому цель эксперимента был разработать методику помощи жертвам голода в европе и в америке план исследований доктора анселя киса был очень прост довести определенную группу людей до истощения и потом вернуть их в прежние параметры в ходе исследования было установлено что базовый обмен веществ помните я говорил что общий расход калорий состоит из двух частей первое это базовый обмен веществ или базовый метаболизм второй дополнительный так вот базовый обмен веществ в периодах продолжительного голодания максимум может замедляться на 40 процентов в условиях покоя то есть для того чтобы замедлить ваш базовый обмен веществ на 40 процентов вы должны голодать не менее 6 месяцев и при этом 24 часа в сутки спать если проявляется физическая активность то есть человек бодрствует то максимальное снижение базового метаболизма 15 20 процентов а вот так выглядят люди с замедленным обменом веществ на 20 процентов что вы могли себе представлять до какого состояния себя надо довести замедление базового метаболизма в условиях покоя дает экономию 600 калорий в сутки а в случае физической активности ну например элементарно вам надо сходить на работу или на горшок экономия составляет всего лишь 300 калорий 300 калорий которые можно компенсировать обычной часовой прогулкой остальное так называемое нами любимое замедление метаболизма проходит за счет снижения веса и за счет урезания дополнительного расхода калорий то есть большая часть экономии энергии дает урезание дополнительных расходной части затем поменьше идет закон физики экономия энергии за счет уменьшения веса тела и маленькая виде 15 20 процентов это адаптация метаболизма голоду во время продолжительного голода падает уровень гормона стимулирующий выработку тироидных гормонов снижается конвертация тироксина в триод тиранин уменьшается количество липолитических гормонов например тестостерон и эстроген для женщин уровень кортизола повышается что изменяет водно-солевой баланс организма уровень лептина уменьшается кстати кортизол также может вызывать резистентность к лептину в нашем головном мозге то есть мы постоянно хотим жрать и не хотим двигаться увеличивается возбудимость центральной нервной системы снижается активность вегетативной нервной системы в общем мы начинаем проявлять минимально достаточный уровень активности все эти мероприятия заставляют организм тратить меньше калорий не только на обмен веществ но и на элементарную бытовую активность причем почему-то когда человек хочет похудеть и уменьшить свою жировую прослойку он большие надежды питает к различным видам тренировок если взять допустим тренировку и разделить среднесуточное число то есть в продолжительность тренировки сколько в среднем сутки вы тратите на дополнительный расход калорий во время тренировки то будет примерно 30-40 минут в сутки правильно при трех-четырех разом посещении спортзала в неделю а если взять бытовой расход калорий то есть бытовую активность когда мы проявляем ее то это будет 15-16 часов в сутки так почему же считается что тренировочные программы которые тратятся 30 минут более эффективны в плане жиросжигания чем элементарный бытовой расход калорий который в 30 в 35 раз продолжительнее и выше об этом мы с вами поговорим в другом видео сюжете но это вам пока повод призадуматься мероприятие которое мы сейчас с вами разобрали это не замедление это адаптация на минимальное нашем теле нет механизмов замедления метаболизма то есть нам не надо нырять на километровые глубины нам не надо впадать в спячку нам не надо взрываться вилл и пережидать засуху то есть у нас как у определенных млекопитающих нет способности к замедлению своего метаболизма то есть скорость химических реакций которые происходят во время обмена веществ она остается та же самая скоростная характеристика остается той же но изменяется количественное изменяется количество которое начинает тратить наш организм не только на обменные процессы но и на элементарную активность то есть понимаете говорить о замедленном или ускоренном метаболизме глупо потому что скоростные характеристики не изменяются изменяются только количественные и это не поломка это адаптация причем если вам хочется подобраться к адаптации на 15-20% за счет базового обмена веществ. Вы должны испытывать голод на большом промежутке времени. Перечем голод это когда жрать нечего, а не когда вы не можете обойтись без тортика или картошки фри. Но большинство людей посмотрят этот видеосюжет или почитают текстовый материал и скажут, ну или по крайней мере про себя подумают, но это не про меня. Я особенный, я индивидуальный. Так вот, конкретный эпус про индивидуальность. Ни в чем мы не индивидуальны. В чем индивидуальность? Тем, что вы из одного грамма жира получаете больше калорий, чем все остальные. Или у вас липолиз идет по другому сценарию. Или может быть термогенез какой-то особенный. Или у вас скорость химических реакций выше, чем у всех остальных. Не надо ля-ля. Метаболизм у всех одинаковый. Разница только лишь в нейромедиаторах определенного вида гормонов и внешних условиях. А также в тонких настройках вашего метаболизма, которые не существенны для такого элементарного занятия, как липолиз или же разжигание. Есть определенные типы темперамента и конституции человека. Но нет конституционно жирных или конституционно худых. Есть лишь определенный гормональный фон. Все остальное в ваших рук дело. Во внешних условиях, которые вы создали для себя. И в ваших внешних проявлениях, когда вы используете свои возможности и способности. Если же все-таки ваш метаболизм поломан, то есть он неправильно функционирует в прямом смысле этого слова. Ну, например, у вас синтез белка, допустим, гемоглобина нарушен. Или во время липолиза не происходят выводы из организма кетоновых тел. То поверьте, эти заболевания все диагностируются и этим людям по барабану на наши проблемы жирных жоп. Давайте представим, какой дефицит калорий или какую общую суточную калорийность используют дамочки в современных научных подходах к похудению. Кто-то высчитывает не ниже своего базового уровня метаболизма. Кто-то по различным формулам высчитывает. Кто-то берет с потолка 1200, 1500, 2000 и так далее. Не важно как. Вот просто сейчас представьте цифру, которую используют девочки для похудения. Представили цифру? В Миннесотском эксперименте было три периода. И вот один из них это голод продолжительностью 6 месяцев. Калорийность, которая в нем использовалась 1570 калорий. 50 граммов белка, 30 грамм жира, остальное углеводы. И вот так выглядели люди на 1570 калориях. Единственное условие, что активность ежесуточная составляла бы 35 километров. Не важно, что ты делаешь, чем ты занимаешься, просто чтобы расстояние, на которое ты будешь перемещаться, будет 35 километров. То есть какая-то элементарная физическая активность была, чтобы они не лежали там, как морские котики на пляже. В современных методах и в современных условиях диетологии используется меньшая калорийность по сравнению с 1570. Дамочки очень часто жалуются, что при минимальной калорийности они не могут похудеть. И добрые фитнес-эксперты и диетологи, задорно улыбаясь, предлагают свои программы по раскрутке поломанного метаболизма. Как же так происходит, что человек употребляет калорий меньше, чем тратит, или тратит больше, чем употребляет, но при этом не снижается масса тела, не снижается жировая масса, вообще никакая масса не снижается. Я этот эффект называю ложь, пиздеж и провокация. Я видел мужиков весом под 150 килограмм, согласно пищевого дневника, которых калорийность составляла чуть меньше, чем у балерин, но при этом они не худели. В большинстве случаев человек неверно определяет свое потребление и свою физическую активность. Помните, я говорил, что человек с медленным метаболизмом больше ест и меньше двигается, а человек с быстрым метаболизмом меньше ест и больше двигается. Так вот, все люди, у которых вес тела оставлял желать лучшего, в многочисленных исследованиях завышали свои отчеты в 2-3 раза, а активность свою снижали в 3-4 раза, а активность свою занижали по отчетам в 3-4 раза. Что это значит? То есть человек говорит, я кушаю 1000 калорий, сам ест 3000. Человек говорит, я сегодня на тренировке потратил 800 калорий, сам потратил 200. В миннесотском эксперименте человек устанавливали 1570 калорий в сутки. Это был голод. И ни калории больше. Отвалили ему в тарелочку, свободен. Никаких загрузочных-разгрузочных дней, никаких белково-углеводных окон, никаких сегодня праздник, день рождения, я же потом отработаю, я сегодня заслужила. Ничего этого не было. Навалили в тарелку 1570, свободен. И ни у одного подопытного не сломался метаболизм до такой степени, что он перестал худеть и начал набирать вес. По этому мифическому жирообразованию под названием «Я не ем и толстею» было проведено очень показательное исследование. Взяли 10 девушек, которых обучили подсчету калорий и ведению пищевых дневников. То есть потратили определенный промежуток времени, в которых этому их обучили. Их предупредили, что в течение последующих двух недель их расход калорий и реальное потребление будет проверяться. И попросили их ввести пищевые дневники. Делали несколько измерений методом дважды меченой воды. Это один из точных способов калориметрии для определения потребления и траты энергии. Делали замеры индивидуального потребления калорий. То есть сколько человек потребляет калорий на самом деле, вне зависимости от того, сколько он говорит. Второе – это сколько калорий он тратит в своей физической активности. И третье – сколько ему необходимо. И получили следующие результаты. Черные столбцы – это дневной расход калорий у каждой из 10 женщин. Заштрихованные – это сколько калорий в среднем учитывалось у них в дневниках. И весь столбец – ну вот белая его составляющая. Сколько калорий они реально потребляли. Согласно этому отчету получается, что 9 из 10 женщин набирали вес от святого духа и солнечного света. Обратите внимание, первый номер завышал свои отчеты в три раза – на 2200 калорий. Шестой и седьмой писали о потреблении менее 1000 калорий в день. Реально же потребляли соответственно 2700 и 2600. Это не просто люди, которые взяли и заставили вести пищевые дневники. Это были специально обученные люди, которых предупредили, что всех их измерения будут проверяться. И 9 из 10 обманывали. Это не связано с умышленным обманом. Это связано с психологией, побочками орторексии и определенными видами пищевого поведения. Поэтому большинство людей, ну и я бы сказал все, у которых проблемы с лишним весом, так или иначе завышают траты калорий и занижают потребление. Это делают они неумышленно. Но умышленно или неумышленно – это никак не связывается на эффективности их похудения. Метаболизм или обмен веществ – это набор химических реакций, направлен на поддержание жизни в организме. И все эти сотни тысяч химических реакций должны идти так, как определено природой. Ни быстрее, ни медленнее. Забудьте про быстрый и медленный обмен веществ. Скорость обмена веществ – это скорость химических реакций, которые происходят в вашем организме. И нет никакого смысла их ускорять, либо замедлять. Да мы это и не можем. Речь идет о количественном использовании калорий для вашей жизнедеятельности. Вот тут уже более ближе к теме. Метаболизм не должен быть ни быстрым, ни медленным. Он должен быть нормальным, то есть здоровым. То есть без различного рода отклонения. А люди, у которых эти отклонения есть, они их уже давно диагностировали и знают об этом. Количественное же изменение калорий или общий расход калорий всегда будет адаптироваться под внешние условия и под те условия, которые вы создаете. При этом не будет происходить никаких нарушений или каких-то поломок метаболизма. Метаболизм будет работать так, как установлено природой. Поэтому испорченный метаболизм это не диагноз и не состояние здоровья. Это стиль жизни. Наш метаболизм всегда будет адаптироваться под те условия, которые мы для него выставляем. На этом я и заканчиваю данный видеосюжет. В следующем уроке мы с вами разберем, как изменять эти самые внешние условия с целью увеличения общего расхода калорий. Ну ни в коем случае не ускорения, разгона, улучшения или восстановления половинного метаболизма. На сегодня у меня все. До встречи по ту сторону сетевого кабеля. Пока!